Всем привет! Мы продолжаем проходить Берсерию. Ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами сделали квест Лефицета. А в этот раз давайте начнем с того, что доделаем квест Маджилу. Я так подумал, что это наверняка неплохой вариант. Нам надо отправиться для этого в Изольт. А что тут еще рядом есть? Список областей. Пляж Маклир. Гаррия. Ну, давайте смотреть, что у нас есть. А, у нас есть прямо такие Изольт. Как это удачно. Ух ты, у нас здесь есть кошачий сундук. А заодно и вот эта вот штучка, типа узел земного пульса, который позволит нам летать на доске. Может мы это все дело соберем с вами заодно? Я думаю, с местной флорой и фауной мы сейчас с вами связываться не будем. Потому что она, скорее всего, для нас с уровня низковатого. Ну, то есть уже как-то стыдно должно быть маленьких обижать. О, а тут смотрите-ка, и наградой нам стал красный розмарин. Ха, прикольно. Вот эту штуку собрали, эту штуку собрали. И куда нам? И нам, видимо, обратно. Нормально. Хотя... А, вот. Вот тут есть. Тут есть подъем куда-то еще выше. Ничего себе. А куда это? И что там главное? О! Наградой за наши труды стал сундук. И кольцо с защитой от отравления. Ух ты. И вот тут еще веточка коралла. Эй! А зато вниз мы спрыгиваем довольно-таки бодро. Ну что, давайте попробуем тогда сундук с котиками открыть. Оп! Вот, так гораздо бодрее ездится. Где он тут? О, вот он тут. Сейчас. Ай! Эй! А почему? Почему? Ааа! Ладно. О! 185 сил. Мы нашли котика шляпа Нормина пустоты. Айзен. Наряд Нормина пустоты. Айзен. О-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Айзен. Сейчас, кажется, мы с вами станем еще серьезнее. А. Так. Нет, это нет. А вот. О, отлично. Ха-ха. Игра только что стала просто гораздо серьезнее. Прямо такие на сложных щах, можно сказать. Эй, эй, эй. Нет, нет, нет. Ну, а теперь крест Маджилу все. Блин, мне теперь не терпится увидеть кат-сцену с нашим другом Айзеном. Я чувствую, это будет нечто. Особенно если учесть, что у нас и Лофицет в таком виде расхаживает, то они прям два сапога валенки будут. Оп-оп-оп-оп-оп. Это собрали. А, стоп, но вроде как же после того, что мы здесь натворили, все должны были обратиться в монстров. Я помню, что нас прям этим стращали, пугали, говорили, что же вы, сволочи, сделали, всем теперь хана. А тут как-то жизнь продолжается, торговля идет. Кстати, о торговле. Может, посмотрим, что здесь мы можем полезного приобрести? Ну, вдруг. Ой. Слушайте, дофига всего. Но я так подозреваю, если мы по цене посмотрим, да, по цене ничего тут такого нет. Но вот можем какой-то соус. Окей, что-то. Шпинат. Да, вот шпинат еще закупил молоко. Если мы уж будем готовить, то будем с вами готовить по полной. Да. Кстати, можно нам нескольким людям прокачать готовку, раз. Такая пьянка. Так, этот разговор где-то... А, вот он. Мне кажется, это не тот, который нужен Маджилу, да? Ну, попробуем. Который день уже не видно ни одного дикого пингвина. Как обстоят дела на пингвине ферме? Плохо дело. Животные до сих пор какие-то вялые. Я, мол, другой корм, но они к нему даже не притронулись. Из-за такой холодной погоды температура воды в море становится все ниже. Может, в этом все дело? Может, и так. На днях я рыбачил неподалеку. И знаешь что? В сети мне попалась королева кракенов. Они обычно водятся в более холодных водах. Королева кракенов? Если так будет продолжаться, то рыболовной промышленности на Изольде придет конец. Нам нужно решить эту проблему. Рыбаки и фермеры должны объединить свои усилия. Нужно устроить собрание и решить, что нам делать дальше. Кстати говоря, королева кракенов отшлепалась со своими щупальцами. Еще как. Ножевого места на мне не оставила. Это было так приятно. Ну вот это да. Повезло же тебе. Возьму-ка я завтра лодку. Может быть, тоже смогу ее поймать. Это все очень странно, но раз им так это нравится... Да уж, это все как минимум очень странно. А как максимум, это сильно странно. Так, ну, мы с вами вошли вот оттуда. Соответственно, давайте осмотрим вторую часть города. Или, может быть, в постоялом дворе здесь у нас концерт. О! Кажется, да. Кажется, здесь. Эй. А знаете что? Говорят, здесь расхаживает говорящий пингвин. Не думал, что они умеют говорить. Еще как. Три человека уже видели его ночью в районе пляжа. Ну ладно. Надо бы попробовать поймать его. Он отлично впишется в состав бродячего цирка Маджилу. Что ж, здесь на Изольде появление этого существа. Местная легенда гласит, что когда наступит конец света, придет говорящий пингвин и покарает людей за все их грехи. Все, кто встретит этого пингвина, до сих пор не могут оправиться от сильнейшего шока. Вы уверены, что это не просто какой-нибудь демон? Не похоже, хотя он вроде бы и ведет себя довольно агрессивно. Он преследует людей и нападает на них с криком «Я студент-медик из Реезы Максиа!» Это что, и есть его кара? Понятия не имею, но как бы то ни было, лучше не ходить на пляж ночью. Это какой-то психологический трюк. Это, видимо, не наш концерт. Ну-ка, еще разок. Маджилу. Нет. Не тут. Брр. Если и не тут, то давайте... Что, в соседнюю область попробуем переместиться? Или здесь по всяким домикам походим? Потому что, в принципе, здесь домиков хватает, но они все заперты. Тем временем. А, тоже мысль. Ладно, тогда давайте в соседнюю область с вами зайдем. Да, оттуда уже будем думать. Потому что, если не там, то тогда действительно где? Эй. Ага. Вон там мы... Смотрите, вот тут мы видим вот там какой-то разговор. Но здесь, конечно, очень удобная локация в плане навигации. И вообще, мне кажется, это какой-то прямо-таки уже... Ну, клише, что GRPG должен быть прямо-таки тропический остров. Вот без него никуда. Так, и куда нам? И куда нам? И куда нам? И куда нам, и кибанам? Так. Вот здесь внутри я кого-то видел. Не, видимо, не внутри. Видимо, просто снизу это. О! Но вот есть, типа, забегаловка, а там наверняка и оно. Да? Аббатство рекомендует не приближаться к руинам Паламидоса в связи с тем, что их захватил злобный демон. Настоящее чудовище. Призывает своих сородичь, а затем поглощает их, становясь со временем еще более агрессивным. Даже экзорцисты не могут его успокоить. Если вы дорожите своими жизнями, держитесь подальше от этого места. Демон поглощает других демонов и становится все сильнее и сильнее. Если он призывает других демонов лишь, чтобы поглотить их, то да, пожалуй, он руководствуется инстинктом. Он старается выжить и стать сильнее, даже если для этого нужно поглотить других демонов, если в этом что-то заманчивое. И что же именно? Ну, знаешь, когда понимаешь, что не стоит кушать поздно ночью, но так хочется, и вдруг ты находишь какую-то еду, и она на тебя так смотрит. Хм. Если он давно этим занимается, бьюсь, а в заклад из него выйдет серьезный противник. Да, и если Вилвет поглотит его, она, возможно, станет гораздо сильнее. Я думаю, это довольно опасно. Кормить или не кормить, вот в чем вопрос. Ну, что у нас появился сайт-квест Вилвет. Ничего себе, да, у нас появились сайт-квесты откуда-то. Мы бы хотели выступить на вашем шоу. Можете вставить наш комедийный номер в программу. Да, но здесь, на Изольде, люди более требовательны к шуткам. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Трудно, если только закаляют меня. Надо же, Рокоро, ты действительно не против помочь. Честно говоря, мне всегда привлекалось сына. Всегда считал, что она помогает воспитать смелость. Думаю, ты уже и так достаточно смел, но... Ну, давай пока высоко замахиваться не будем. Говорит, буду в основном я. Ты просто отвечай на мои слова. Хорошо, если ты начнешь подкалывать меня, мне можно делать то же самое в ответ. Если только не мечом. Ха-ха-ха. Что-то я тебе не верю. Пойдем, Маджилу, устроим шоу. Что-то мне не нравится эта затея. Всем привет, мы Маджилу и Рокоро. Парочка раздолбаев. Маджик Хазам. Какая чудесная у вас в Изольде погодка. Ах, этот морской бриз. Кстати, о нем. Морская соль дурно влияет на металл. Если меч регулярно не полировать, то появится ржачно. Ах, пожалуй, местным мечникам было полезно это узнать, но все же. Из-за этого морского ветра так и хочется съесть какой-нибудь рыбки, а? А, сашими, рыбные шашлычки, суп из морепродуктов. Так много всего вкусного, но... И стейки, как ты могла про них забыть. Требуется истинное мастерство, чтобы искусно разделывать рыбу. У каждого существа не только рыбы. Есть скрытые нежные места, идеальные для разрезов. Ах. Это не очень приятная тема, ну да ладно. А некоторые морепродукты, хоть и вкусные, выглядят, прямо скажем, не очень эстетично. Так ведь? Вот, например, ослинок или рыба-меч или... Рыба-меч! Если бы я когда-нибудь и вызвал какую-нибудь рыбу на поединок, то только ее. Ну, знаешь, мне как-то сложно работать с твоими внезапными странными репликами. Да нет же, я ведь только что пошутил, что я бы мог бы потягаться в владении мечом с рыбой мечом. Смешно же! Ой, просто помолчи. Ладно. А, так вот, осьминог, рыба-меч отратить на морскую черту иногда кажется, чем страшнее рыбновик, тем богаче ее вкус. Возможно, так и есть. Я обожаю глобрюхо, а он такой странненький, кругленький. Кстати, о круглом. Однажды я встретил одного круглого парня по имени Броненоситель. Я никогда не видел таких круглых людей. А, я так больше не могу, с тобой невозможно работать. А мне было довольно весело. По-моему, наше выступление могло быть лучше. Что думаешь? О, я должен вам кое-что сказать. Если уж на то пошло, идиот из вашего напарника получился убедительный. Ты тоже так думаешь? Нет, ты лишь свободный ветер, который никому не укротит. Внимание! Оценив ваше выступление, я пришла к поводу, что вы все безнадежно не смешны. Прости. Мне все равно, как все прошло, но когда ты так говоришь, я просто не могу не разозлиться. В любом случае, я теперь возьму напарники Бьенфу, и вместе мы утрем нос этой Маджилу. Договорились. Готов помочь в любой момент, Маджилу. Планируешь применить свой коронный прием Повелитель Зала, или Победоносный удар на Павал? Нет. Чтобы победить, нам нужна грубая сила, так что элизийский ливень подойдет лучше всего. Это значит, что когда все будут и так помирать со смеху, что все польются рекой? Точно. Ливень в форме непрекращающегося потока импровизаций. Столько, сколько сможем. Ладно, я разузнаю последние местные новости, чтобы мы могли использовать их для разгозрева. Отличная идея. Вы неплохо вместе работаете. Чему сразу не могли объединиться? Как будто все к этому и велось, чтобы она смогла произнести эту последнюю шутку. А, ну что же, раз мы с этим закончили, пока отправится в Лагресс и встретится с Маджилу. Ух ты, в Лагресс, ничего себе. Ну, у нас пока здесь с вами дела. Внезапно нам смотреть хоп, и привалила пара сетхвестов. Вообще совершенно нежданно-негаданно. Ну, давайте начнем с пингвина, потому что, если чувак кричит, что он медстудент, скорее всего, у парня гибида, ему надо банально помочь. А, здесь кто-то с нами тоже хочет поговорить. О! Здравствуйте. Слышал, вы пробудили четырех империйцев? Я впечатлена, что тебе нужно, Маргарим. Я лишь хотела передать вам кое-какую информацию. Открылся вход в земной пульс. Похоже, это произошло, когда вы прогнали Безымянного. Ход земной пульс, значит. Мы сможем увидеть больше осколков мировой истории. Точно, если мы узнаем больше о прошлом Арториуса, то выясним, как победить Безымянного. Она лишь хочет, чтобы мы так думали. Вам не кажется, что это ловушка? Не думаю, что нам нужно об этом переживать. Ты уверен? Сигура ненавидела обманного лукавства. Если бы Маргарим была таким Малахимом, он бы уже давно с ней расправился. Спасибо за доверие. Моё дело донести до вас вести, а вы уже сами решайте, что с ними делать. И где же этот вход? В храме спокойствия в деревне Абал. Ты, наверное, узнал на это табадство. Зачем же тогда рассказала мне? Неважно. Просто я подумала о Малахиме лорда Арториуса. И подумала, было бы неплохо, если бы я помогла вам узнать о нем больше. Ты имеешь в виду Сайрос? Ладно, я посмотрю, что там. Ух ты. Внезапно, перед, ровно, прямо перед финалом, игра начинает засыпать нас с цвет крестами. Знаете, какая-то плохая шутка, на самом деле. Ну, то есть, опциональный контент, он клёвый в течение игры. А не когда вот до финала рукой подать, и тут тебе так, смотри, чувак, что еще можно делать. А ты всю игру как бы только и делал, что шел по узкому коридорчику. Что за издевательство? И кто решил, что это хорошая идея? Скажите мне на милость. Ладно, давайте тогда остановимся в таверне тут с пингвином и разберемся. Ну, то есть, я так полагаю, что путешествовав по миру, мы можем еще контента дофига открыть. Но, блин, я хочу концовку посмотреть. Я просто хотел сделать квесты спутников. Да, давайте останемся на ночь. А, не могу уснуть. Пойду-ка прогуляюсь до пляжа и посмотрю, что там такое. Я с тобой, я тебя одну не пущу. Хочешь отыскать этого горячего пингвина, да? Нет, мы просто подышим воздухом. Ага. И я так подозреваю, что вот, судя по вот этому указателю со склицательным знаком... Белвет, смотри, там пингвин. Ну что, он говорящий? Добрый вечер. Прекрасная сегодня погода, не находите? Он и правда говорит? Ужас. Я ел о тех, кто может разговаривать. Постойте, вы что, тоже едите нас, пингвинов? А что? Прошу ответить на мой вопрос. Это очень важно. Извини, но... Да, я ем мясо пингвинов. Я погращу практически все, если потребуется. Что ж, значит, вы такие же, как те, что приходили раньше. Я не позволю вам и дальше так поступать. Да, и что же такой маленький пингвинчик, как ты, собирается сделать большим плохим людишком? Серьезно? Ух ты, он превратился в человека. Ну, я надеюсь, это не как Феникс. То есть, хотя бы чуть-чуть попроще, может. Потому что, ну, как бы то, что было тогда, это было прям вообще Unreal. Может быть, это какой-то постигровой контент. Такое же тоже возможно. Ладно, давайте в него все комбо. Но, смотрите-ка, полная наша комбо Прямо всеми наносит ему всего лишь 12500. Ладно, 14. И это ему снимает Ну, какие-то... Ну, четверть КПУ, словно. Нет, с ним попроще, собственно. Да, он явно не такой сильный, как Феникс. И его можно краудконтролить. Да. Это сильно меняет все дело. Да, все, мы его взяли в оборот. Теперь чувак уже не уйдет никуда. О! Да, к счастью, этот чувак оказался не настолько крепким, как там. Но все равно, знаете, какую-то опасность представлял. Особенно поначалу казалось, что он прям непробиваемый. Все. Опа. И я снова пингвин. Это неважно. Погоди. Тебе совсем не беспокоит то, что ты один против нас всех. Вы подлые браконьеры. Я обязан защитить своих сородичей от таких, как вы. Браконьеры? Послушай, мы правда не такие. Мы всего лишь хотели посмотреть на говорящего пингвина. Правда? А зачем вы тогда сказали, что едите пингвинов? Извини, давай проясним ситуацию. Вот она вообще есть все, что угодно. Да, прости меня за это. А я, если ем мясо пингвинов, то покупаю его на рынке. Не то, чтобы мы все такие правильные, но определенно не такие бессердечные. Ладно, в таком случае я должен извиниться за столь поспешные выводы и враждебность. Совсем недавно я налетел на браконьеров, поэтому сейчас немного на взводе. А, должно быть, это те самые люди, что впервые обнаружили тебя. Они до сих пор в таком шоке, что они могут встать с кровати. Мерзкие людишки, теперь они точно дважды подумают, прежде чем снова охотиться на животных. Да кто ж ты такой? Какой-то особенный представитель рода пингвинов? Нет, я Джуш Матис, студент-медик из Риеза Макси. Студент-медик из Риеза Макси? Это в другом мире, не похожем на ваш. Вообще-то я такой же человек, как и вы, но... Меня каким-то образом занесло в ваше измерение, и как только я оказался здесь, я принял это обличие. Ну, значит, ты человек из одного мира, но когда попал сюда, тебя превратило в пингвина? Ну, история с тобой приключилась. Прям не верится. Это точно. Я был в замешательстве, но местные пингвины любезно приняли меня в свою семью. Я хотел отплатить им за все, что они для меня сделали. Поэтому ты отгоняешь всех приходящих сюда браконьеров? Разве тебе больше нечем заняться? У тебя слишком доброе сердце. Мне так часто говорят. Что ж, очень занимательная история. Но даже если ты рассказал правду, мы, скорее всего, ничем тебе здесь не поможем. Не беспокойтесь обо мне. Я сам как-нибудь найду способ вернуться домой. Но есть проблема. Меня отправили в этот мир ни одного, а я так и не смог найти свою подругу. Думаю, она тоже превратилась в пингвина. Вы что-нибудь слышали о других говорящих пингвинов? Нет, извини. О, ладно. Расскажи об этом своей подруге. Вдруг мы встретим ее где-нибудь. Ее зовут Мила. У нее красные глаза и длинные золотистые волосы. Главное качество Милы — чувство собственного достоинства и умения приковывать к себе внимание. А, и у нее еще одна причуда. Когда она видит что-то вкусное, у нее слюнки текут. Как необычно. Так у нее что, действительно текут слюни? Ее еще называют повелителем духов, потому что ее окружают четыре духа, управляющие четырьмя стихиями. О, повелитель духов? Как величественно. Ладно, мы поняли. Если что-то разузнаем, то сообщим тебе. Возможно, это трудно, но постарайся не падать духом, Джуд. Большое спасибо вам всем. Надеюсь, вы найдете Милу. Продолжение следует... Они это беспокоиться даже больше, чем о себе. Как бы это объяснить? Просто она не очень дорога. Понятно. Ух ты. Ну, опыта... Опыта, смотрите, к нам отсыпали. Ну, и мы с вами доспали-таки эту ночь. Говорящий пингвин? Мне ведь это не привиделось. Да, это был настоящий пингвин. Точнее, похоже, на самом деле это человек по имени Джуд. Он сказал, что он из другого мира. Сколько же в жизни все неизведанного? Должен признать, он очень смелый. Если бы мы только могли ему чем-нибудь помочь. Он хорошо относится к остальным пингвинам. Если то, что он сказал правду, то он изгнанник из другого измерения. А мы, моряки, всегда помогаем всем, кто оказался за бортом. Лично мне больше интересно это Мила, повелитель духов. Возможно, она как-то связана с четырьмя империцами или даже с безымянным? Вряд ли. Но, полагаю, всякое возможно. Буду иметь в виду все то, о чем рассказал нам пингвин Джуд. На всякий случай. Ух ты. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Демон-каннибал в Паламидосе. А, как-нибудь мы туда поближе можем переместить? Вход в земной пульс. В храме спокойствия. Трупе-можилу. Одолеть демона. Ага. Про пингвина, кстати, ничего не видно. Ну, ладно, давайте тогда демон-каннибал. Паламидос. У нас есть туда быстрый какой-нибудь проход, а? Кажется, не очень. Ну, тогда придется, видимо, туда пешочком бежать, да? Видимо, придется. Так. А, и кажется, это вот сюда. Предлагаю в этом эпизоде по максимуму попытаться туда добраться. А уж на сколько сможем. А в следующем уже сразиться с демоном. Ну, и квест-можилу, наверное, тоже сделаем. Потому что квест-можилу уже практически завершен, но такое ощущение, знаете, мы с вами подошли вот к концу уже, все, финишная прямая. А нам внезапно начинают наваливать и наваливать, наваливать. Как-то не очень красиво с их стороны. Ну, правда, почему игра не могла быть такой с самого начала, а? Сделали бы сайт квестов каких-нибудь. Просто первые, наверное, 30 часов игры я прям выстрадал. То есть она вот раскрывается потом. Но представьте, да, сколько надо терпения, чтобы реально 30 часов игры буквально выстрадать. То есть, ну... Ну, то есть, короче, не каждый даст игре такой шанс. У меня просто принцип обзик, что я стараюсь игры не забрасывать и проходить, но вот вот мне не верится, что прям все поступают так же. Сундук? Сундук. Э, здесь не пройдем, что ли? Нет, смотрите, здесь не пройдем. А как-то здесь был же проход. Вот, вот тут помели. вы штуки, вас облетели. Оп. Я надеюсь, нам не надо снова в этот подводный храм, а? Я просто-таки... А, вот с этой деревушке мы подставу засаду устроили. Да. Ну, ладно. Ну, она, да, она пустует, бедняга. Все, я ее спутал, стой. О, фак. О, фак, 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 фак. Храм Паламида в самом конце всего вот этого. Ну, ладно. Раз решили добираться, то что уж делать. Ну, конечно, побегать нас заставляют знатно вот с этим хрестом. Но, если бы не тот момент, что нам прямо открытым текстом сказали, эй, Вилгет станет заметно сильнее, я бы, наверное, не, я бы все равно, наверное, не плюнул. Черт возьми. Все-таки сайт хреста, они приятные. Ну, как правило. По крайней мере, вот все, что мы видели, оно даже местами интереснее, чем основной сюжет подано. Ну, тот же пингвин. Правда, непонятно, куда его ветка дальше будет вести. Но заодно все равно там кошачьих душ наберем. Ну, то есть, что-то такого. Эй. Ну, то есть, вряд ли сражения вот с этими штуками нам что-то прямо на практике дадут. Ну, и плюс интересно посмотреть, как бы, да, как мы повлияли типа на экосистему этого места. Потому что вроде как все было хорошо без нас, а потом пришли мы и типа, ну, как-то расстроили баланс сил, можно сказать. Соответственно, завелся демон, который накачивает себя другими демонами. Ну, то есть, в принципе, это очень даже наша вина. Птичка летит снова. Ладно. Сколько нам еще? Оп. Так. Вж... А. Блин, мы, наверное, могли воспользоваться вот этой перемещалкой, но уже явно поздно. Вот ведь незадача. Ну, ладно. Ех. Ну, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Может, мы сейчас это... Узел... Ммм... Блин, какого? Ну, короче, вот этот вот зеленый узел, который позволяет нам на скейте кататься, если мы его найдем, уже будет, но, как бы, не совсем пустую трата времени. С другой стороны, если бы не этот квест, мы бы сюда и не сунулись. Ладно. Ладно, пара на кисти, Сокол. Снова совершенно несерьезный бой, но... Но они почему-то на нас агрятся упорно. То есть, было бы здорово, если враги хоть немного знали... О! Но зато они при этом смогли нас заставить. Заставить. Вообще, как это? Ух ты! У офицера, конечно, какие-то мега приемы непонятные простому обывателю. Ну, еще, судя по всему, здесь сундук отреспавнялся. Так что прогулка хоть какой-то смысл донесет. Ну-ка. Правда, я уже забыл, где у нас были сундуки с котиками неоткрытые. Ну, то есть, можно взять, пересмотреть кучу своего прохождения, но... Нет, наверное. Так. Сундук. Давайте решим, что он стоит того и попробуем его открыть. Оп. И сразу же свалим. цепь потока. Интересно, она годная? А давайте, кстати, сразу проверим. Так. Нет, стоп. Цепь. Шпатовый лист, кварцевый лист. Это явно слабее. Сумочка Нептуна? Такого Марин. Что за... Ему же это было, нет? Нет. Цепь. У кого цепь? А, вот топазовая подвеска. Подвеска ясности. Усилитель-ускоритель. О! Скорость изучения навыков снаряжения. Блин, вот это вот круто. Давайте возьмем это. Хотя уже, конечно, поздно. Потому что... Ну, прям явно поздно. Но все, что ускоряет изучение навыков снаряжения, оно потенциально может сделать нас сильнее. Но, опять же, это те скиллы, которые лучше все брать в самом начале. Да, то есть, чем позже они у нас приобретены в игре, тем они менее ценны. К сожалению. Но вдруг он успеет это сделать, и как бы остальные скиллы будут включить уже с каким-то бонусом. Тихо-тихо-тихо-тихо, креветочка. Мы тут так мимо проходим. Почему-то вспоминаются Guild Wars, старые. Там был такой режим мультиплеера, как забег. И ты мог с кучей игроков побегать в трассу наперегонки. Эй, 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 эй. Фуф, не догнали. в общем то здесь примерно что-то похожее происходит особенно когда мы от кого-то удираем чем там можно было другим игрокам всякие подлянки делать и ну вообще классный довольно таки режим был приятный то есть по сравнению со стандартовскими стандартными вовсками которые на тот момент были это типа но вот эти арены и по сути все но плюс там потом они еще сделали всякое извращение типа ух я даже забыл как она называлась когда можно было захватывать мастерские строить машинки и сформовать город и потом открывался данж ну неважно вот там реально были какие-то вот такие ну довольно прикольные забавы в которые можно было в игре заняться и при этом уровень совершенно не ролял что самое приятное вот мы с вами наконец-то нашли вот эту штуку стоило пробежать ради этого всю локацию надо ладно полетели тихо змея тихо тихо уже модные на скейте ты нас не догонишь а ой кажется там было что-то да что если типа монстра очень низкоуровневая мы можем их этой штукой прямо раздавить вот мне кажется что-то примерно такое сейчас и произошло прикольно так но и впереди видится не что иное как храм паламидас помнам внутри а внутрь да придется зайти ну что ж вот он заветный сейф-поинт и я так думаю мы с вами продолжим уже в следующем эпизоде давайте посмотрим где этот демон а ну где он по сути прямо на входе то есть нам даже глубоко на не придется заходить ну да ладно а спасибо всем кто поддерживает канал миша лебедеву миша фамина звуклики андрея фиолетово алексею смирнову не тот поворот сергей game сроки борьба антона цару ну и спасибо всем вам что вы приходите смотрите это прохождение а мы с вами увидимся через денечек а пока на этом все всем удачи счастливо и до скорой встречи пока пока пока